Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 30 августа и я продолжаю снимать видеоролики из серии самые урожайные сибирские сорта томатов. Вот утром я стояла на этом же месте, только вот здесь вот были у меня золотые купола и золотой Кенигсберг. Я рассказывала вам о них. Сейчас опять все изменилось, тех томатов уже нет, я их изрезала. Сейчас на их место я поставила прекрасные розово-плодные томаты. Вот это у нас петруша, вот он, а это ботяня. И я хочу этот видеоролик снять именно о ботяне, не о двух сортах, а о одном сорте, потому что этот сорт поистине уникальный, кто его хоть раз садил, тот подтвердит, ну садил и выращивал, тот подтвердит мои слова, что это удивительный сорт, очень урожайный, очень такой красивый, вкусный. И вот эти плоды, вот сейчас уже, ну можно сказать, закругляемся, конец лета, но я до сих пор снимаю вот эти плоды, которые бывают даже полкилограммовые. Вот видите, он в руку не входит. Это уже конец лета. Вот это все последние уже, ну там еще есть небольшие плоды, еще раз сниму. Вот это последний урожай, но выглядит он так, как у некоторых томатов первый. Вот смотрите, какие красивые, такие большие плоды. Они, ну сейчас прочитаю, хотела сказать, что они большие, двухметровые. Сейчас я лучше прочитаю, вы сами все, еще раз о нем скажу. Я уже о нем рассказывала, но если кто-то не слышал, хочу именно заострить внимание, что это один из лучших, один из самых урожайных сибирских сортов ботяня. Написано, ботяня новинка. Очень удачный сорт сибирских селекционеров, сочетающий такие нужные качества, как скороспелость, крупноплодность, высокую урожайность, отличные вкусовые качества плодов от сходов до начала. Короче, растение высотой 1,7-2 метра, выращивается в стеклянных пленочных теплицах, либо в открытом грунте, в коловой культуре. Плоды сердцевидной формы, с носиком, очень гладкие, блестящие. 200-350 грамм, сахаристые и сладкие, 17 килограмм с квадратного метра. И по 3 растения на 1 метр формируют в 1-2 ствола. Вот здесь указано 200-350 грамм. На самом деле ботяня вырастает намного больше, у него плоды очень крупные, очень массивные. И у него нет сильно мелких плодов, он идет вот и первая, и вторая, и третья кисть, одинаково такие вот большие крупные плоды. Кто-то писал даже в комментариях, что у них вырос ботяня то ли 700, то ли 800 граммов. Ну короче, он даже превосходит все вот эти вот рекомендации производителей, и получается еще лучше и еще больше. И чем он еще хорош? Там вот написано скороспелость и крупноплодность. Но вместе с тем, что он скороспелый, ну не то что скороспелый, он рано начинает плодоносить, у него плодоношение длительное, растянутое. Вот сейчас еще у меня в теплице висят вот такие вот прекрасные, сердцевидные розовые плоды ботяни. И они еще, я думаю, полмесяца, ну там одна кисть уже почти поспела, еще одна наливается верхняя. Он двухметрового роста в теплице, он растет, растет и растет, и будет давать вам плоды до самой зимы. Вот этот сорт заинтересует тех, кто у меня спрашивал, как сделать, чтобы томаты быстро не прекращали отдавать свой урожай, чтобы было плодоношение растянутое, даже осенью, вот уже когда прохладно, можно было бы, чтобы закрывать теплицу, и чтобы они продолжали расти и расти. Если у вас есть теплица, если вам нужно длительное плодоношение, пожалуйста, вот сорт ботяня. Но вместе с тем, что он хорошо растет в теплице, что его все знают как тепличный сорт, он еще прекрасно вызревает и в открытом грунте. У меня в этом году, ну в открытом грунте он где-то полтора метра, больше он не вырастает. У него нет такого длительного плодоношения в открытом грунте, потому что там сейчас у нас ночи холодные, и она верхушка уже, ну, как вам сказать, но она уже не продолжает расти. Вот что есть, они созревают, и такого длительного плодоношения в открытом грунте, конечно, нет. Сейчас будет прохладно, он прекратит, все, листья уже начинают как засыхать, подсыхать. Но хотя бы то, что вот эти крупные, огромные плоды у него в открытом грунте созревают и нисколько не уступают по вкусу, по качеству плодов, это очень большой плюс. Вот я живу в Сибирском регионе, Алтайский край, у нас не все томаты вызревают. Есть такие крупноплодные, которые посадишь, они начинают буреть, и уже наступает зима. А вот эти именно ботяня, ботяня и пудовик у меня растет. Ну, таких сортов сибирских много, вот, например, петруши с открытого грунта. Но я сейчас говорю именно про ботяню, и вы представляете, что такие огромные плоды, он успевает завязать, они успевают созреть, и они такие сахаристые, вкусные. Если кто-то хочет подтвердить мои слова, напишите в комментариях под этим видео, кто выращивал ботяню. Потому что иногда, когда говоришь вот такие слова, ну, хорошие, положительные сорти, некоторым не верится, некоторые почему-то думают, что это, ну, просто какая-то реклама этого сорта, или что-то такое. Но я говорю от чистого сердца, если какие томаты не очень, ну, как, не поражают меня, например, своей урожайностью или еще чем-то, я никогда их не буду расхваливать. Но ботяня, это именно тот сорт, который не грех похвалить, который, ну, да, он высокий, в теплице с ним будет сложно, надо и посынковать, и подвязывать. У меня даже кисти обрываются. Возможно, что подвязывать придется не только ствол, но и кисти вот с этими огромными плодами великанами. Ну, вот представьте, три таких плода в кисти, конечно, она оторвется. Весь этот комплекс ухода за ним придется вам совершать, и подвязывать, и посынковать. Но зато он вас наградит. Вот такие плоды великаны, они когда поспеют посильнее, вот я сорвала сейчас, это не сильно спелые, но вот более спелые. Они такие, ну, вот, они такие молидовые, такие блестящие, с отливом делаются. Очень хороший сорт ботяня. Все, до свидания. Это вот очередной видеоролик из серии «Самые урожайные сибирские сорта томатов». Ботяня входит в этот список. Пожалуйста, если кто хочет, кто любит вот такие крупные розовые томаты, кто не боится бороться с двухметровыми растениями, посадите, не пожалеете. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...